Ущелье Акмечеть давно уже перестало быть зоной так называемого дикого отдыха. Вокруг многочисленные частные владения, которые распахнут свои ворота любому, готовому заплатить за отдых. А что до мусора, который оставляют на территории отдыхающие, то опрос решается просто. Его отправляют за забор. А это тропинка, которая ведет непосредственно в ущелье. Здесь еще остались свободные, не тронутые частниками места. Потому и разбивают в тени деревьев свои лагеря остальные отдыхающие, предпочитающие дикий отдых у реки с полным отсутствием каких-либо условий. Когда видишь вот такой вот мусор в горах, задаешься вопросом, люди, вы вообще о чем-нибудь думаете? Неужели настолько тяжело забрать с собой все, что вы сюда привезли? И таких примеров здесь немало. Евгений Малахов каждый свой приезд в горы начинает с уборки мусора. Не стал исключением и этот наш совместный выезд. Элементарно вот. Разбили бутылку. Это можно... Представляете, что это ваш ребенок бежит, не дай бог что-то, и он режется об такое. А это тот самый классический пример, о котором говорят многие туристы, когда мусор просто заваливают под камень и оставляют. Уже на подходе к парковке мы заметили мужчину. Как выяснилось, он сотрудник Сайрамугамского природного парка. И хотя подходы к ущелью, к территории парка не относятся, розданы частникам, мужчина каждый день собирает здесь мусор. В основном ссорят отдыхающие. Мы им напоминаем, что ссорить нельзя, но они нас не слушают. За оставление мусора предусмотрены штрафы, но я не могу сейчас назвать точную цифру. Природа нашей области не просто богата, она роскошна. Одно плохо, что некоторые не понимают, каким богатством мы обладаем и предпочитают все вокруг захламить. После нас хоть свалка, видимо, так они и думают. Впрочем, люди, неравнодушные к природе, предпочитают называть вещи своими именами. Что завтра останется нашим детям и внукам и как долго Земля будет терпеть такое к ней отношение. Боюсь, что с таким подходом совсем скоро эти вопросы перейдут в разряд риторических.